Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. Мы продолжаем проходить глобальную конверсию к Скайриму под названием Эндерал. В прошлой серии мы узнали, что бывает с людьми, которые доходят до ручки в своей маговской лихорадке. Это не есть хорошо, на самом деле. Где живет вот этот пидораст? Ой, да он живет довольно-таки недалеко, давайте этими займемся. Это я взял квест на голову одного из местных бандитов. Давайте им и займемся. Я слышу, по-моему, ветмедя. Мишка! Вот он, блядь. Куда пошел, блядь? Куда пошел? Тю, блядь. А музыка играла так, как будто там дракон пролетел. Так, так, так. А вот магия укрепления, это довольно-таки интересно. Класс брони на 80. На 240 секунд. Да. Наверное, даже на лэфт-хенд поставлю. Где живет этот человек? Здоровье вообще не восстанавливается. Или восстанавливается очень-очень медленно. Жи-то пипец. А я забыл щит продать второй. Он же, сука, тяжелый, пиздец. Ну, ладно. Ну, где ты, блядь? Не видно же ни черта. Кстати, полечимся на всякий случай. А щит я не вынес на горячий слот, да? Ну да. Надо вынести. Темно опять же. Пипец. О, хоть какой-то свет. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Просто забил рукояткой. За лучший разбойник. Тоже книжки не было в Скайриме. Хотите, читайте на паузе. Так-с. Не, ну это я возьму. Это надо будет продать. Обязательно. Темно, блядь, как в жопе, ну. Где факела? Я их повыносил. А вот я их повыносил. Слава тебе, Господи. Я блокировать факелом все еще могу. Довольно долго держится броня. Трина пустая, к сожалению. Да, блядь, босс. Сверло. Почему нет? Забираем. А че же на тебя-то выдали заказ? Ты ж, блядь, нищий. Офигею. Выдали заказ на нищего. Реально. У тыква. И нища. Ну да. Ты прав. Не то место, не то время. Ну, а чак используется вроде по стандарту. Ну да. Соль. И лососятина. И жареный лосось. Так. Ну, я почти прокачался. Между прочим. Бляха, муха. Выход-то где? Не видно ни херища. Боже ты мой. Меня еще отсвечивает. Так. Прекратилось действие. А, вот лестница. Перед носом. Так, ну, стрелы пока можно убрать. Они просто пока раздражают. Похож на школьника, на самом деле, с этим рюкзачком. Надо бы что-то повнушительное собрать. Ну, найти. Вначале, а потом собрать. Так. А квест у нас... Получите награду. Мм. Да-да. Вот это хорошо. Удочки тут. Ну и ловлей занимаются. Господа. К сожалению, это не ремесло. А такое я бы порыбачил. И я не нашел в прошлой серии тут кузнеца. Это не есть. Хорошо. Он должен быть. Ну, или хотя бы кузнеца. Камеры. Камеры это хорошо. Вот это вот. Что это за место? Универсальный магазин. Универсальный магазин это ведь хорошо. Вот я и прокачался. Отлично. Здоровье качает. Вы получили награду. Что у меня тут по лихорадке? 53%? Не, блядь, плохо. Давайте заглянем в магазин. Узнаем, что тут. Чем торгуют. О, горгулья. О, блядь. Бесишь. Так, ладно, давай, оружие. Тогда лучше скупи у меня всякое. Брёвна всегда успею насобирать. Нет, нет, нет. Это нужно. Разные молотки. Ремесло 33. Для этого меча нужно. Ну вот, железный меч. Довольно интересно. Железный щит. Кожаная кираса. Маговское одеяние. Прочная кожаная кираса. Надо 20 ремесла аж. Вот, возьми тарелку. Угля. И всё, да, больше? Больше я тебе ничего сплавить не могу. Книжки возьми. Ингредиенты пока брать не буду. Жратва. Жратва нужна. Это пока оставляем. Кражу оставлю. Вот яды. Все, кроме паралича. О, магия света. Воу-воу-воу. А, блин. Ну тогда нет. Он меньше брони даёт, видите? Досадно. Ну, вроде всё. Так, о чём меня по очкам. О, у меня 4 очка. Седьмой уровень. Танцор с клинками. Искатель приключений, видимо. Так, ну давайте сделаем большой сейф. И посмотрим, что там можно прокачать. Всё-таки же интересно. Да-да. Да-да. Вот если в эту стойку сразу вложиться, я вот пересматривал на, собственно, на записи. Если в эту стойку сразу вложиться, то есть вкинуть туда до третьего уровня, потеря в 20% защиты, это не так уж и страшно. То есть скорость возрастает и всё, как бы. Так, я смогу всех запинать в несколько прокастов. Ну, я так думаю. Давайте посмотрим, сколько у меня тут очков. 4 очка воспоминаний. То есть я вкладываюсь вот сюда вот в мастера клинка. Над наручным мечом 10% корид урона. И вот сюда вот сразу в 3 очка. Я так понял, это... Это как крик, да? С двумя оружиями 15% быстрее. То есть я так понял, двигаюсь быстрее. На 20%. То есть 40% можно шанс крита поднять. Мощную атаку во время бега наносить двойной критический урон. Ну, это стандартная фигня. Парализовать. Двойной вихрь. Блин, двойной вихрь, вы посмотрите аж где. Ну, ладно. Я еще, кстати, у этого чувака не посмотрел. О, у тебя... О, лучше это, и это. Пожалуйста, взгляни. Так, это, по-моему, вот здесь вот. Да-да-да. Легкая броня, магия света, скрытность и стрельбе, тяжелая броня. Вот оно, одноручное оружие. Блядь, а давайте купим одну и посмотрим, сколько мне там не хватает. Эта же книжка работает только... Только до 25, видите? До 22. Поднимает, да? То есть еще три книги мне надо такие купить. Давай-давай, раздупляйся. Так, и что это у нас теперь получается? Получается, одноручное 25, да? Используется для блока или оружия. Защита зависит от воспитания стража. Получается. Очков обучения 16 у меня есть. В принципе, у меня все в шоколаде. Что еще у тебя есть? Псионики, скрытность, стрельба, тяжелая, энтропия. Магия света, легкая броня, карманные кражи. А взлома нет? А, это, смотрите, это большие книжки, а это маленькие книжки. Тяжелая броня, стрельба, скрытность, магия света, легкая броня, карманная кража, защита. Там, блядь. Ну ладно, нет так нет. В крайнем случае, я знаю, куда мне надо идти. К тебе, чувак. И затариваться всякой дичью. В плане прокачки. Еще бы вот реально очень хотелось найти крафтера. Или хотя бы станок, кузницу, неважно. Посмотреть, что там да как. И уже можно отправляться назад. Сдавать этот чертов квест. Теперь мы знаем, чем может вылиться чердейская лихорадка. Да не очень приятно, на самом деле, но... Скорее всего, просто ждет смерть. Ну, на всякий случай, я буду всегда держать одну банку амбросии в сундуке. Ну, в заплечном мешке. И будем надеяться, что все будет хорошо. Что-то загрузка меня совсем не радует. Субтитры сделал DimaTorzok О, аллилуйя, блядь, отпустила. Господи. О, аллилуйя, блядь. О, аллилуйя, блядь. Миссар? Не смеш. Ну, тут я так понял, живет кожевник. Он один единственный здесь. Да, вот он, кожевник. это храм дом мэра я думаю пока в дом мэра соваться не стоит так чё тут у нас есть дом мэра храм камеры универсальный магазин пьяная пчела что-то совсем блять не алё короче надо выходить из города наверное за ночью в таверне все-таки это ведь где-то здесь верно надо вот он местный трактир блять это даже не двери ес мула лопа неправда виталина а виталина виталина Что ты говоришь? Отлично. Я открываю комнату для тебя. Слышь слабо. Счастливая путешествия. Это искусство преступления, которую она обеспечила, как никто никогда не видел. Что? По правильному пути? Это... это ужасно. Что случилось? Она сидит в магазине. Я провела в магазинах в магазинах, когда я увидела это ужасно. Он сделал свое место, чтобы пройти неизвестный, но я знал прямо когда я был с ним. И вы знаете что? В зависимости от того, как эта девушка спешил, он был из-за спины. Я скажу тебе, в сравнении с ним, что пыль пахнет как брови. Это звучит как они. Всего дня эти люди не делают ничего, чем пить и копить. И все равно, когда ты их спросишь, они говорят, что это нашу руку, что их суперплата всегда была влажна. Абсолютно. Но осторожно, не всегда сказать что-то с этим интеллектуалам. И они скажут тебе, что ты предупрежден и холодный. Мои слова, точно. Это патетично. Не больше и не меньше. В любом случае, то что случилось с этим человеком? Как ты пошел? Я пошел к гаду рядом с ним и начинал говорить с ним. Какой-то забавный разговор у них получается все-таки. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.